Один из них это исполнение указа президента в честь реческо-кушерских пунктов, потому что у нас есть определенные проблемы с честью муниципальных образований, связанных с таксов делением земельных участков, так и подключением коммуникаций. Я хочу сразу свою позицию обозначить, что я буду довольно жестко требовать исполненные этих позиций, а те, кто это делать не будут, мы будем тогда другими способами воздействовать, потому что у нас программа, которая демонстрировалась в этой части, поговорим. И поэтому давайте при начале вспомню еще обезти директора департамент здравоохранения ловила Виктория Левина на дорожек, потом мы говорим по сути. Добрый день, Владимир Владимирович, добрый день, уважаемые участники совещания. Информация по исполнению мероприятия программы развития здравоохранения Приморского края 2013-2017 года по установке пиржерских пунктов. В части исполнения мероприятий по выделению земельных участков выбор земельного участка. Акты о выборе земельного участка согласованы в 128 населенных пунктах. На сегодняшний момент находятся на согласовании в поселке городского типа Смолениного и село Комодовка Кировского района. Задержка согласования связана по причине изменения первоначального места расположения ФАПа в связи с заполученностью местности. Такая ситуация встречалась в некоторых муниципальных районах. То есть выделялись участки, где возникали проблемы по установке этих ФАП. в связи с тем, что участки были заполучены, имелась вода. Следующее. Наличие постановления по отходу земельного участка. Принято постановление по отходу земельного участка в 128 населенных пунктах. Наличие кадастрового паспорта. Кадастровые паспорта оформлены в 96 населенных пунктах. Находится на оформлении 28 кадастровых паспортов, в том числе 19 паспортов в Спасском муниципальном районе, 2 паспорта в Партизанском муниципальном районе, 1 в Уссулиском, 6 в Лазовском и готовится пакет документов для выдачи на оформление кадастровых паспортов на 3 участка. 3 участка в Красноармейском муниципальном районе. Подписано договоров о праве пользования земельными участками. Подписано 73 договора, в том числе оформлены договора на право постоянного бесрочного пользования 62 и оформлены договора на право срочного пользования 11 в Партизанском муниципальном районе с последующим переоформлением и присущим от пользования. Находится на оформлении договора на 23 участка, в том числе 1 в Ханкайский район, 4 в Спасский, 3 в Кировский, 1 в Чугуевский, 1 в Партизанский, 6 в Надеждинском, 1 в Дальнегорском и 6 договоров в Яковлевском. Обеспечение вновь водимых объектов фельдшерско-кушерских фрунтов инженерными коммуникациями по электроснабжению. Подключено к сети электроснабжения 44 ФАПа. Проводятся работы по подключению к сети электроснабжения 26 ФАПов. 10 ФАПов в Харульский район, 10 ФАПов в Спасский, 1 в Дальневичинском, 4 в Ограничном и 1 в Михайловском муниципальном районе. Не подключены к сетям электроснабжения 2 ФАПа Ханкайский, 2 ФАПа Шкотовский, 5 ФАПа Харульский, 4 Черниговский, 11 Спасский, 3 Кировский, 2 Чугуевский, 1 Партизанский, 1 Анучинский, 4 Дальневичинский, 1 Красноармейский, 6 Надеждинский, 2 Тернейский и 1 Дальнегорский. На графике видно, что синим выделены те, кто подключил Красноармейский, не подключены ФАПы. Подключение к водоснабжению. Подключено к источникам водоснабжения 38 ФАПов. Предусмотрены резервуары для привозной воды в 52 ФАПах. 15 ФАПов Харульский, не буду перечислять, не обеспечены источниками водоснабжения. По состоянию на текущую дату вопрос пока не решен. 1 ФАП Лесозаводский, 1 Ханкайский, 4 Черниговский, 3 Кировский, 1 Хасанский, 4 Дальневичинский, 3 Красноармейский, 6 Надеждинский, 2 Тернейский и 1 Дальнегорский. Водоотведение. Обеспечено водоотведение в 51 ФАПе. Ведутся работы по обеспечению водоотведения в 5 ФАПах. Это 2 Лесозаводский, 1 Ханкайский и 2 Спаскова. Водоотведение не обеспечено в 66 ФАПах. 5 Харульский, 4 Черниговский, 17 Спаский, 3 Кировский, 1 Хасанский, 1 Партизанский, 1 Анучинский, 6 Надеждинский, 4 Пограничный, 2 Тернейский, 1 Дальнегорский. 6 Яковлевский. Готовы к эксплуатации и подключению к инженерным сетям, то бишь, электроснабжение водоотведения, обеспеченные источниками водооснабжения, 29 ФАП. 32 ФАПа, 1 Лесозаводский, 2 Михайловский, 2 Ханкайский, 1 Шкотовский. Не надо чем-то это чувствовать, ничего пересчитывать. Расскажите об аналитах, что нужно сделать, почему такая ситуация сложилась. Больше она и сложная. Следующий слайд. Нам komplett подключены Ласовский коммуникация. Ласовский муниципальный район, Ковалеровский муниципальный район, Артемовский городской округ, Нархоткинский городской округ, Усзурийский городской округ и Пожарский муниципальный район. Выражаю благодарность главам муниципальных образований городских округов, главным врачам медицинских учреждений за обеспечение вновь вводимых объектов, инженерных коммуникаций в полном объеме перечисленных муниципальных образований городских округов и руководителей медицинских учреждений. В остальных муниципальных районах возникли трудности с подключением к инженерным коммуникациям. При сборе оперативной информации и при разговоре с руководителями медицинских организаций и главами муниципальных районов категорического отказа получено не было. Очень много было заявлено причин по поводу невозможности подключить в короткие сроки проведение котировок, отсутствие финансовых средств, задержка в оформлении документов, задержка в получении технических условий. И очень много было ссылок на то, что подключение не является обязательством муниципальных образований. Продолжение следует... 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 Водоснабжение и канализация. У нас канализация септики, поэтому проблем нет, мы их сами монтируем. Водоснабжение тоже рядом. То есть все фабры у нас, кроме села Мегуновка, подключены к водоснабжению и канализации. Я хочу отметить, что везде по сайтам было видно всего три рога. Вот единственный факт, по которому у нас, собственно, проблема. Но проблемы у тебя возникли, я считаю, что я хочу ее. Я в этих проблемах узнал только из интернета, что глава Ханкальского района препятствует строительству фаб. Хочу отметить, что мы начали этот фабрик строить 12 февраля. 23 февраля мы перешли на фабрик 1-майской. В 1-майке уже запущены, придется прием. Из-за того, что компания-поставщик не поставила туда детали и привезли вот такое сегодня комплектующее. Привезли где-то в начале ноября месяца. То есть 8 месяцев никто не занимался фабриком села Мегуновка. И сегодня ставят в вину мне, что я препятствую электроснабжению. Мы за 4 дня решили и везли электроснабжению в путь. То есть вопросов к компаниям-подрядчику очень много. Здесь как бы не надо скваливать броню головную дорогу, потому что интернет сочетает, как мне очень было приятно слушать. Почему? Потому что все фабы, 5 фабов наших, мы подключили, не вкладывая средства, не в бюджет района, не в бюджеты, практически, здравоохранения. То есть мы это все сделали на добровольных началах, в общем, делали, потому что это нужно было сделать. Здесь немножко вот так. Доклады закончили. Спасибо. Здравия желаю вам, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый участник в совещании. Мы, если только чисто по факту, я думаю, по всему здравоохранению Владовского района, вопрос поставили чисто по факту. Значит, в течение на территории района в настоящее время по просьбе населения установлено 6 новых модулей фельдшерских пунктов в селах Киев, Когеневское, Кишиневка, Сокольчичево, Научи, Валентин. Целесообразность их размещения на территории района была устроена следующими причинами. Здание существующих факторов, построенные в 909-972 годах, ветхие, непригодные для оказания медицинской помощи, требуют или капитального ремонта со значительным выложением денежных средств, превышающих стоимость самих зданий, или вообще должны быть выведены из эксплуатации в связи с полным износом. Также в несоответствии в помещении современным санитарно-эпидемиологическим требованиям и оснащенности оборудования. В эксплуатации дополнительно требуется заготовка дров, содержание и стопнику подмостка ручей молодые. На основании соглашения между Администрацией Приморского края, Департаментом здравоохранения Приморского края и Лазовским муниципальным районом по совершенствованию периодичной медицины, медико-санитарной помощи населению Приморского края, Для администрации района проведен выбор земельных участков для расположения моторных павлов. Данные участки необходимы у нас в основном оформленной берегу Лазовской ЦРБ. Проведено подключение пушевских пунктов к инженерным коммуникациям. Военно, все шесть павлов подключены сетям водоснабжения. Один павлов – централизованная система водоснабжения и централизованная система водоотведения Валентинов. На трех фабах прорублены глубокородные скважины, на дно – мелкородные, и на один фаб обеспечен зарос воды в аккумулирующей емкости. Проведено устройство пяти асептиков и подключение системы наружной мультиплощадочной канализации. Частично уже проведено благоустройство территории пушевских пунктов. Работы по благоустройству.